Таганрогская телевизионная сеть Таганрог театральный. Увидеть спектакли самодеятельных артистов можно было на сцене театра имени Антона Павловича Чехова. Он гостеприимно распахнул свои двери для талантов и их поклонников. В зале Чеховского театра руководители и участники творческих коллективов, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, предприятий города. Наступил самый ответственный этап творческого состязания городского фестиваля театральных коллективов под названием Таганрог театральный. За это время мы познакомились с творчеством замечательных коллективов и студий, детских садов, школ, учреждений дополнительного и профессионального образования, предприятий. Это люди разных возрастов, разных взглядов, разных вкусов. Мы увидели постановки по произведениям Кушкина, Некрасова, Гиппиус, Тэфи и, конечно, Антона Павловича Чехова. Я желаю фестивалю хорошей, долгой театральной истории, всем творческим коллективам успехов и зрительского признания, а нам, зрителям, ярких впечатлений и замечательных эмоций. Театр имени Чехова гостеприимно открывал свои двери для таганрогских талантов и их поклонников. Благодарственное письмо главы администрации города и дипломы участникам фестиваля вручили коллективам «Жемчужинка», «Колокольчик», «Солнышко», театру Центра внешкольной работы «Эксперимент», творческому коллективу «Игра», руководителям Народного театра «Волшебный фонарь» СКЦ «Приморский». Дорогие друзья, вот и настал тот самый торжественный праздничный день, когда мы слышим последние аккорды нашего театрального праздника фестиваля. Мы прошли, вернее вы, а мы с вами прошли долгий путь, непростой, довольно сложный. Пришли к такому дню, когда лучшие из лучших будут показывать себя здесь в самом лучшем виде. Я хочу сказать, ребята, что этот год назван годом театральным. Вот это так хорошо. И я считаю, что это не только год театра, но это год и зрителя. Ведь театра без зрителя не бывает. Там, где театр, там и зритель. Вы действительно театралы в полном смысле этого слова. Ведь у нас зал не бывает полупустым. Это, вы знаете, явление довольно нечастое. Я бывала во многих городах, и там залы полупустые, а у нас он всегда полный. То ли идут наши спектакли нашего театра, то ли приезжают к нам звезды из столиц. Все равно зал полный, что бы здесь ни показывали. О чем это говорит? Говорит о том, что город Таганрог очень театральный. Ведь не зря говорил Чехов, я повторю, что в Таганроге любят театр и понимают, действительно это так. В программе первого дня фестиваля зрители ждали интересные постановки. Открыл показ спектакль «Беда от нежного сердца» по мотивам В. Д. Виле Владимира Сологуба. В исполнении театральной студии «Маскарад» из школы номер 34, которым руководит Наталья Башлыкова. В этот день нас ждали еще комедия «Айда Мыцек» в исполнении молодых артистов СКЦ «Приморский». Позже артисты пригласили зрителей в сказочное путешествие в Королевство кривых зеркал, который представил драматический театр «Игра». Предстояла встреча с коллективами, которыми руководит Наталья Богушева. Второй день фестиваля завершился показом спектакля «Очень простая история» Народного театра «Сад». Но это было уже в городском Доме культуры. В конференц-зале библиотеки имени Чехова прошла лекция «Имя твое, Таганрог. Разгадка происхождения слова – ключ к пониманию истории». В ней краевед Альберт Смирнов представил широкой публике свою трактовку, или точнее расшифровку названия «Русь». Вся история России полна неразгаданных загадок и тайн. Что на самом деле означает слово «Русь»? Мы не знаем достоверно, откуда оно взялось. Понять особенности закономерности исторического пути России пытались многие известные описатели, ученые, как в нашей стране, так и за рубежом. Все мы слышали некоторые версии происхождения слова «Русь», «Русский», «Россы». Но вот о существовании такого количества версий, образовании слова, понятия, определения «Русь» большинство тех, кто пришел на лекцию, даже не подозревали. Тут и географические объекты, и библейские мотивы, и профессии, и занятия, и много-много других поистине удивительных, уникальных, на первых взгляд, абсолютно фантастических версий, гипотез и идей. Дело в том, что уже в самих древних отечественных источниках излагались разные версии происхождения слова «Русь», которые противоречили друг другу. Знаете, версий много. И сегодняшняя моя лекция посвящена даже не столько тому, что такое Россия. Это моя версия, мой взгляд. Даже это не мой, я придерживаюсь одной из версий, которую выдвинули ученые. Потому что над этим бьются уже несколько веков. Ломоносов еще занимался этой темой, да, он с немецкими учеными, там вот это же, то ли славянское, там же есть и реально. Одна из версий, это славянское, о том, что то ли это река Рось, то ли это старая Русса, то ли знаменитое сказание о Словении, Руси и граде, значит, Словенске, есть такая вещь. То ли мифический князь Рос. Есть же еще исторические упоминания средневековых авторов, ну это в основном европейских, есть арабские сведения. И вот они там, допустим, пишут, один из них, что Рос, русские, происходят от князя Роса, да, вот есть такая версия, ее придерживаются. Есть нормандская теория, потому что там действительно, вот допустим, финно-угорские племена, те же финны, эстонцы, они же нас, русских, называют Вена, а шведов Рось. Вот они Росы. И есть версия, вот смотрите, шведы, шведы есть, настоящие русские и так далее. Кстати, оттуда еще одна версия проистекает, что русы это не племя, а это грибцы. И это такая сборная солянка, это и датчане, и норвежцы, и шведы, и все остальные. Вот именно грибцы, по русской аналогии, ушкуйники были, русские так назывались. А у них, русы, это грибцы на этих, на ладьях их, вот такая есть версия. Кровед-любитель и по совместительству, ответственный за связи с общественностью, таганрогской таможни Альберт Смирнов, поведал нам свою версию, которая сначала показалась несколько натянутой, но чем больше он объяснял и убеждал и доказывал, с документами, фактами на руках, казалось, что гипотеза его имеет право на существование. Как бы там ни было, если кто-то из тех, кто пришел на лекцию, попытается найти свой ответ на этот вопрос, его ждет много открытий. История наукозанимательная. Жители нашего города хорошо помнят те времена, когда из Таганрога по железной дороге можно было без пересадок добраться не только в Москву и Ленинград, но и в Архангельск, Мурманск, Горький, Ригу, Минск, Сочи, Кисловодск, Грозный, Владикавказ и другие города страны. После долгого перерыва на старый вокзал города прибыл поезд из Москвы. Его встречала корреспондент нашей программы Елена Титова. Смотрим ее материал. Последние минуты ожидания перед прибытием поезда. Время 12.39. И вот показался состав, который прибыл в Таганрог минута в минуту без опоздания. Маршрут поезда проходил через станции Москва-Казанский вокзал, Ростов-на-Дону, Ростов-Главный, Лиски, Росаш, Лихая. Средняя продолжительность поездки на поезде из Москвы в Таганрог составляет около 18 часов. Честно говоря, мы долго лоббировали, чтобы была эта прямая связь. Таганрог-Москва. Ждали руководство федеральной пассажирской компании, чтобы они попробовали ввести такие прямые вагоны. Уже около 30 пассажиров приехали. Правда, большая часть вышла на новом вокзале. Надо сказать, что на старый вокзал поезда дальнего следования регулярные, не прибывали уже лет 60. С тех пор, как построили новый вокзал, перестали они заходить на старый вокзал. Так было раньше, в 50-е годы. Большинство поездов и не заходило на старый вокзал, и не останавливались в Марцево. Но был один поезд, Харьков-Новороссийский, который заходил на старый вокзал Таганрога. Там был прицепной вагон до Москвы. Ну, в 61-м году, когда открыли новый вокзал, собственно, и этот поезд ликвидировали. И с тех пор здесь только электрички были, но еще иногда были детские поезда, которыми возили детей в Пионерлаге. В Черноморское побережье разовые поезда были. Ну, то есть, это первый регулярный поезд, почти за 60 лет на старом вокзале, и первый за 5 лет беспересадочный поезд, связавший Таганрог с Москвой. Я уверен, что он будет пользоваться спросом. Авиасообщение, как мы знаем, оно то у нас возникало в Таганроге, то и исчезало. Уже несколько лет не летают прямые самолеты. Ростовский аэропорт стал еще дальше от Таганрога, чем он был. Почти 100 километров и полтора часа езды. И многие привыкли ездить поездами, и москвичи, которые летом в Таганрог ездят, и таганрожцы, которые ездят в Москву. Поэтому хочу поздравить жителей города с тем, что теперь, наконец, есть ежедневное полное сообщение между Таганрогом и Москвой. Надеюсь, это только начало. Сейчас идут переговоры о том, чтобы еще, возможно, одна из ласточек, идущих из Новороссийска или из Росток, чтобы она тоже доезжала до Таганрога. Может быть, и такой поезд в Таганроге тоже появится. Поднимаемся в вагон поезда. Даже в конце пути здесь чисто и уютно. Есть расписание станции, перечень продуктов, которые можно купить в дороге. Стоимость билета здесь немножко дешевле. И поэтому даже был спрос. Пассажиры некоторые ехали, выходили на станции, на эти места приходили даже другие пассажиры. А вагон был заполнен? Заполнен. Ну, единственное, просто стоимость билета стала, почему дешевле, потому что не ходят услуги. Услуги эти питания, но мы предлагаем дополнительное питание, которое даже вкуснее. Пассажиры даже кушают, могут покушать и пообедать, и позавтракать в этом питании. Из Таганрога вагоны отправляются в 13.25 и прибудут в Ростов, где их прицепят к поезду номер 19-20. В Москву состав отправится в 15.22 и прибудет на следующее утро в 7.35. Наш город ждал этого поезда. Многие таганрожцы ездят по делам в столицу и уезжать со старого вокзала, который помнит наших известных земляков, весьма удобно. Прибытие поезда состоялось. Счастливого пути. Спасибо. Отчетный концерт – это подведение итогов за уходящий учебный год. Возможность педагогам вместе с родителями еще раз порадоваться успехом своих детей и воспитанников. Хочу сказать, что сегодня в нашей школе такое замечательное событие – традиционный отчетный концерт музыкальной школы Чайковска. Весь год педагогический состав и наши учащиеся готовились к этому важному для нашей школы концерту. В этом концерте принимают участие лучшие наши дети, лучшие коллективы, отбираются лучшие номера. То есть показано все самое лучшее, наши достижения, наши успехи. Участвуют дети, которые участвовали в различных конкурсах, в различных фестивалях, которые достигли определенных успехов в этом учебном году. Год был очень насыщенный. В нашей школе проходил первый международный конкурс «Гранд Пиано». И все эти результаты мы показываем сегодня в нашем отчетном концерте. Далеко не каждый из тех, кто выступал в этот день на сцене Гордыка, станет профессиональным музыкантом. Но в этот день все дети доставили зрителям большое удовольствие. Сами познали радость творчества, научились понимать прекрасное. На сцене – оркестр русских народных инструментов под руководством Сергея Пико. Руководители школы постарались и составили для таганрогских ценителей музыки. А в зале были не только родители, бабушки и дедушки, но и простые горожане интересную программу. Чаще всего родители замечают у своих детей способности к музыке и приводят их в музыкальную школу в возрасте 6-7 лет. Существует мнение, что это самый подходящий возраст, чтобы развить то, что заложено природой. И такие малыши уже выступали в концерте на сцене Гордыка. В музыкальной школе имени Чаяковского много различных ансамблей. Домбристы, скрипачи, велончелисты показали свое искусство и создали хорошую атмосферу праздника. Настоящей гордостью музыкальной школы являются ее пианисты. Не так давно в нашем городе прошел конкурс «Дон Гранд Пиано». Александра Молодцова, которая занимается в классе преподавателя Луча Ниновой, стала в этом году обладателем Гранд Пи международного конкурса «Волгограде». Она лауреат международных конкурсов в городе Москве и является стипендиатом губернатора. Детство – это прежде всего наши родители, которые тоже прошли свой путь по школьной дороге искусства. В этот день они пришли поддержать своих детей и порадоваться их успехам. В концерте прозвучали различные произведения, как русских, так и зарубежных композиторов. Звучала и современная музыка, и тут зал активно поддерживал солистов своими аплодисментами. Черта под достижениями входящего учебного года подведена. Прощаясь, на сцену вышел хор учащихся хорового отделения, которым руководит кандидат искусствоведения Анна Лапенко. Ее питомцы завершили концерт, но на этом музыкальная школа с нами не прощается, а говорит до новых встреч в волшебном мире музыкального искусства. Искусство, в котором вечно процветает добро, понимание и любовь. Вот уже 18 лет при Центре внешкольной работы ведет очень активную деятельность военно-патриотический клуб «Патриот», который объединяет школьников 50 юно-армейских отрядов. Это учащиеся 5-7 классов из 25 школ города. Каждый юно-армейский отряд имеет свой девиз – флаг, песню и форму. Всем хорошо знаком девиз клуба «Служить России». Вот уже 18 лет при Центре внешкольной работы Таганрога ведет свою активную деятельность военно-патриотический клуб «Патриот». В настоящее время он объединяет учеников 5-7 классов из 25 школ города. Клуб работает по направлениям историческое, краеведческое, экологическое, поисково-исследовательское, военно-спортивное. Выпускает свою газету. Мы также займемся с детьми в школах, объясняем, что такое вообще химическое оружие, что такое химическая атака, как в первую очередь защитить себя и своих товарищей. Мы проводим уроки по оказанию первой медицинской помощи. То есть мы привозим манекена, на нем показываем, как оказать первую медицинскую помощь при порезе, при повреждении вен, при повреждении кровоизлияния, рассказываем, каких видов бывает кровотечение. Это воспитывает в детях дисциплину. По традиции в парке Горького проходит итоговый торжественный сбор. Сегодня сюда пришли юно-армейцы первого года обучения. Год был насыщенным и интересным. Позади остались викторины, тематические программы, игры, смотры-конкурсы, благотворительные акции, трудовые десанты, смотры строя и песни. Пришло время подвести окончательные итоги, распределить места и, конечно, наградить лучших. Выпускники нашего клуба и обучающиеся нашего клуба становятся победителями не только муниципальных, областных, но также и всероссийских смотров, строя и песни. С большой надеждой я хочу пожелать вам следующий год отработать так же ярко, так же самоотверженно, как и прошедший год, стать победителями большинства конкурсов, хотя конкуренция у каждого отделения очень высокая, очень большая. И позвольте мне вашими аплодисментами поблагодарить тех людей, которые независимо от долга, независимо от времени мизерного, который остается, пришли к нам сегодня и порадовали нас своим присутствием. В гости к ребятам в этот день пришли социальные партнеры. Клуб «Патриот» традиционно приглашает их на подобные сборы. Это представители Всероссийской общественной организации «Союз десантников Таганрога», пограничные службы, служащие авиационного полка. Кости выступали с пожеланиями ко всем юноармейским отрядам, вручали грамоты и отмечали необходимость патриотической работы, в которой ребята приняли самое деятельное участие. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrock.tv.ru